Гульмира Сармурзаева Гульмира Сармурза Гульмира Сармурза Чиновник, досадно отмахивающийся от этой ситуации, в подтверждение своих слов не предоставил ни одного документа. Зато щедр был на доказательства генподрядчик. По его выписке из банковского счета понятно, что никаких денег на счет компании не поступало. Не могли же они испариться по дороге из банка. Смотря на все эти трудности, которые я попался, я работал еще до середины июня. Материалы брал, как говорят, на доверие поставщики. Люди, подрядчики мне верили и работали. У меня на сегодняшний день долги составляют 126 миллионов. А у меня форма 2 и форма 3 на май месяц 210 миллионов не оплачено. Июньская подписана технодзора 137 миллионов. Я не знаю, как говорят, каждый понедельник, пятница ходил в отдел строительства. И мне ответ был один. То 5-го, то 10-го, то 15-го, то 25-го. Но я так деньги на сегодняшний день не видел. Три многоэтажных дома по договору должны быть сданы до 5-го августа. Но похоже, что жилье не будет готово к сдаче в установленные сроки. А тараусские чиновники в лучших казахстанских традициях ни за что не отвечают и никакого наказания за сорванные проекты не понесут. Известно, что программа государственного строительства – это не способ помочь неимущим гражданам получить заветное жилье, а гигантская кормушка для чиновников и их семей. Распилы бюджета начинаются на стадии проектирования и строительства. В результате построенные дома разваливаются в первый год эксплуатации. Ничего личного, просто бизнес Акимов и их подчиненных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова